Дети 90-х и нулевых годов оказались лишены пионерского детства. Нынешнее поколение школьников, впрочем, тоже. Но 19 мая 2000 года в Нефтьюганске все же решили отметить День пионерии. «Будьте готовы повязать на шею красные галстуки», предупредили детей взрослые. «Всегда готовы». Согласились ребятишки, но некоторые повязали почему-то синие. «Пионеры – это такие же дети, как мы. Тоже они работали, но такие же, как мы, дети». «Я горжусь тем, что я был пионером, что я был командером дружины, тимуровской команды». Весна – время клещей. В мае насекомые начинают терроризировать все местное население. От дачников, туристов до детей дошкольного возраста. За сезон 1999 года злые дни покусали 1200 нефтьюганцев. Это был рекорд. К концу мая 2000-го укушенных насчитывали около 50. Народ на ходу изобретал средства антиклещевой борьбы. «Взять бутылочку из педиода, ее хорошенечко вымыть, туда немножечко, чуть-чуть налить керосина, бутылочку эту закрыть и постоянно носить с собой». Весной 2000-го в городе появился клуб любителей собак. В топ-3 самых популярных пород вошли пудели, пекинесы и ставтерьеры. Набирали популярность бойцовые псы. А еще в Юганске появился огромный шарпей. Когда он проходил по улицам, слабонервные гражданки пугались. «Она проходит мимо, обратила внимание на собаку и от удивления, или от неожиданности, или от испуга она упала в снег, на обочину свалилась». Куда поехать в отпуск? Во Францию, Турцию или на деревню к бабушке? Несмотря на кажущуюся сложность вопроса, ответ на него был однозначным. Конечно, в Кемер. Это дешево и сердито. Если во Францию можно съездить за 700-800 долларов на 10 дней, в Ниццу, то в Турцию, в Кемер, можно съездить за 350 долларов. С одной такой катушки с медным кабелем нелегальные торговцы зарабатывали 1000 долларов. На рубеже веков в нефтеюганском регионе развернулась массовая охота за металлом. В месторождении тащили все, что плохо лежит. Многие попадались. По этому году практически в два раза преступление такого характера увеличилось. В одном из городских дворов произошло ЧП. Бдительные дворничихи заметили, как почтальонша выбросила в мусорный контейнер мешок с письмами. Люди не получили весточки от родных, возмутились женщины и сообщили на телевидении. Полная женщина, пузатая такая, полная. Несла попереду себя вот так и выбросила в контейнер. Как оказалось, выброшенные письма вполне заслуживали своей участи. В те годы почтовые ящики под завязку забивались рекламой местных фирм. Вот работники почты и решили очистить информационное пространство дома от надоевшего спама. Выпускники улыбались, выпускницы утирали слезы, а колокольчик дзинькал. В конце мая в Юганске вовсю звонил последний звонок. Отличники и отличницы с ностальгией вспоминали свои учебные провалы. Самые лучшие – это первые двойки. Юные барышни надели платье первоклассниц и стали еще моложе. Традиция обрежаться в традиционную советскую форму в те годы только-только начала складываться. С чего начали, тем и закончим. Ну, мы первое сентября, у нас же было так же. Мы еще несколько лет ходили в хоруме. Мне кажется, через несколько лет это уже уйдет. Нам в школьных лет не забыть, не забыть никогда. Детством не зря их называли. Школа и детство навсегда. Как этот вечер выпускной будет с нами. Испомните, пожалуйста, хотя бы один-двух лет из прошлых концертов Парка Горького. К последнему звонку Александр Маршал никакого отношения не имел. Но зато умел издавать разные музыкальные звуки. Солист Парка Горького в те годы начинал свою сольную карьеру. И один из своих концертов провел в культурном центре Нефтьюганска. Андрей Валикжанин, Intel.com Эксперсисеяяяяяяяяйяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя